Всем доброе утро! Отсадил я сегодня кроликов. Теперь они одни, потому что эта крольчиха уже черная, то такая стала худенькая, они ее смолчат. Они уже прекрасно сами кушают, пускай сами сидят. Вильчик как всегда наблюдает, ему интересно, они уже внизу, то теперь он отходить от них не будет. Учись сам кушать, водичку пить, они уже прекрасно сами кушают. Так Вильчик, пускай уже сами переходят и кушают, потому что они уже так ее замучили, что страх. Посмотрите-ка она уже худенькая, бедная, так пускай она себе отъестся, отдохнет от них. Пока я не буду пускать ее до кроля, пускай она отъестся, хорошо. Тоже пятый день, наши бутузики растут с каждым днем. Ну а как они пьют молочко? Один напился, бедный хвостик и спит, и снится ему что-то. А тот сзади спрятался, за спинкой. Ну вот такие кушают бутузики. Доля уже начала побольше выходить на улицу гулять. Молодец, что она уже гуляет. Тоже бедно засиделась она. Такие карапузики папкины. Светлана сегодня жарит от дневни, с курятелями, да? Слухие они, прожаренные, красненькие. Будем только курятину кушать, да? Доля на диете курятина, и мы решили тоже на курятине мыть, да? Ну, делаем пока. Вчера сделала котлеты с куриного мяса, сегодня делаю с курички. Доли я варю, и тут я и жарю. Ну, доли надо такие проваренные, ты даешь, да? Да. Сейчас погорода собрали. Букой салатик салатик, классный. Помидорчики, они хорошие, правда? Помидорчики очень вкусные. Спасибо этому парню, который нам дал эти... Рассады. Рассады, особенно вот это, бычье сердце, оно такое вкусно, сладенькое. Хорошие помидорчики. А к консервации у нас все прибавляется и прибавляется. Светланка опять помидорчиком закрыла. Все больше и больше. Так что надо будет салатик строить. А ничего, это терраса, когда утеплится. У Светланы есть там такие ящички. Мы тогда консервацию все туда послаживаем. Не будет тут она лежать в спальне у Коляни. То, конечно, она здесь мешает. Хозяюшка, наша мама. Она накрывала сильно много. У Коляси шторы, конечно, шикарные вышли. Как раз под цвет мебели. Плотные, свет не пропускают. Хорошие шторы. Те румяненькие вышли, хорошие, правда? Как раз Коляни приедет, покушает, водит. Погода такая странная. Солнце нету, парит. Это что-то вчера было, что-то говорили собака. Почему собака так, это, потому что такая жара. Кондиционер, сын, отключать не надо. Да, там один кто-то написал, что мы жалеем вентилятор, кондиционер, не включаем в золи. Конечно, мы включаем. Мы же перенесли сегодня до поля, там прохладнейший. Включили кондиционер, чтобы хоть немножко далека доходило. Как можно кондиционер включить в комнате? Нет, нельзя, они простудятся. Ну, включаем, находится, начать. Вилья, там закрыто, что-то? Закрыто, закрыто. Вилья пошел кушать. Он с ним не лезет. Вилья свое кушает. Он пошел к кролику, он осмотрелся на кролику, он не мог оторваться от нее. Вилья, кто-то не украли, что и взял. А вот кушать, Вилья. Он уже взял свои косточки и пошел кушать. Да, уже пошел кушать. Ты не знаешь, Вилья, он когда захочет кушать, его не надо просить. Наверное, может, и Бартика донести там, это на лекарстве? Нет, Бартик там спрятался на низ. И мы, нет, пускай лучше Бартик на улице. Хорошо, что у него аппетит появился. Да, Бартик уже и лучше ходить стал намного. И стал ему давать лекарства эти дни, он намного лучше стал себя чувствовать. Да, лучше уже лекарства не даем. Если перестали лекарства давать, он же намного лучше себя чувствует. Светланка еще с утра запеканку сделала, я даже и не видел. Это с сыром, да? А ты же ее пробовала. Пробовала я. Вместе с Виталиком с утра. А точно кофе, ну. Ух ты-ка, она красивая вышла. А Светланка кофеек попивает с шоколадкой, да? Не поверите, 11-31 мой снеданок, я только кофе успеваю. А вот с шоколадкой, правда? Когда люди должны опитать, я только кофе пью. Нормально. Зато сразу проснешься. А что ты ночью вставала, как они себя вели? Два раза вставала. Я не славал. Во-вторых, доля выпрыгивала оттуда. Я кучала два раза комиссания. Под утро 4-5 чем-то сняла, как сигнализацию. А потом куда уже? Полусыгал он все. Пока все как поддержка. Все хозяйство такое. Не куры, не свиньи, но работа квадает. Он убрал, а везде только кухни осталось еще помыть. И я сейчас загажариваю это, что кушечка приготовила. А что, не упадут, а кричали, да? Да. Да? Я, честно говоря, не слыхала. Эту ночь я что-то так отрубался. А кто? Ты слушай, все спят. Все спят. У всех самое отрячное, что? У всех любимых. У мамы ведь и монет. Мама же ее не делает. Созна. А ты с утра я открывала дверь, и она выходила на улицу, или ты пускала? Нет, сама пришла ко мне на кровать, выпрыгнул с манежем. Через верх выпрыгала? Да. Не стала у меня лизать. Я понял, что он учит у туалет. Открыла сразу уже дверь. Ночью я не выпускала, потому что поставила пеленку, потому что она сигнал не надо, кто поставил, не 10 раз снимать. Тем более, вчера выключались, я не была за правой. По двору, когда все здесь айдринили по свету. А вилечка? Ну, их основа не она, не знала. Ну, да, на подушке. А виле надевались? А вот под низом черепаха, виле глубоко-далеко было. Он не сумел на старство, он как итальянец, у него все по расписанию. Обед, ужин, поспал, помылся, повернулся, все. Кроликами, занятия кроликов, посмотреть эти. Он, как и сильный итальянец, он все делает, переживит. Даже не прошивкнулся. Максимально то, что он может, когда, если услышать что-то, да, он, и он, и Доля, и не сразу дают знать, даже я не слышу, они сразу дают, что кто-то есть. Это правда. Они хоть не такие уж и злые, но они сразу дадут знать, что кто-то есть на улице. Ну, вчера Доля лаяла сильно много. Ну да, потому что уже давно не лаяла. Ну, у него такой... Последние кабачки. Последние кабачки пару дней еще убираем. Там еще пару дней они еще там зацвели, и мы уже их поубираемся. На следующий год будем садить больше, или вообще не будем? Да нет, посадим пару кустов, хватит нам сколько надо. А это пару кустов выйдет, опять пару кустов пологорода выйдет. Я тебе хочу сказать, что как бы то ни было, мы их жарим и тушим, их закрыли. И с них очень вкусные получаются драмы. Учера я приготовила, Коля практически все забрал. А пару драмиков попробовали, а он говорит, мам, не вкусно, мама сделала. Мы говорим, я сделала, очень вкусно, мне нравится. Ну, а кто, как не мама сделает? Ну да. Сыну приятно, когда мама сделает, что-то спечет, приедет сын, что-то от мамы покушает. Это приятно. Конечно. Мне бы так же самое было приятно, когда бы мне мама что-то приготовила бы. У меня когда-то, я все вспоминаю, у меня бабуля такая, что и бабуля, и мама у меня тоже такая была. Боже, она уже 4 часа, она уже на ногах обойдет, приготовит все уже, то блинов, то напечет, то еще что-то надо делать. я все время, когда же ты спишь. Старство небесное, вообще не благая была бы. И бабуля у меня, и Петка у меня была, Зарина, очень такая хорошая тоже. Старство небесное. Ну, бабушка, да, твоя бабушка успевала идти, плицу обойти. Ну, у меня хозяйство, у меня вообще здесь-то работает, 14 лет, все равно я осталась. Сама сестру поздимала, и работала, она еще друзья была. Ну, бабушка долгожительница, видишь, а вот мама, щетка, дядя, брат родной все, молодые, помогли. Я все вспоминаю, когда к тебе первый раз приехал, хотел присесть на стул, думал, что это шапка. Раз, думаю, уберу, а это кот такие глаза открывает, белка, белая. У нас дома было очень много животных, кстати, и у мамы, и у бабушки, а у бабушки-то вообще три кота у нас были ангорские, и белые, и черные, и пепельные, кавказские овчарки у нас были, и дворняжки, я тут, если я родил кого-то на улице, то всегда домой несла. Нас любили животных, очень любили, всегда в семье животных. Ну, одну кошечку мы с Кавказа привезли на Украину. Да, мы привезли белую. Когда Коля родился, маленькую мы забрали тогда, мы там приехали, по-моему, маленькие, три месяца мы тогда забрали. Помнишь, маленькую? Я помню, она с коляски, вечно с колясей ездила. Да, и от нее приплод, вот остался там, знаешь, где-то в Кременцах, по-моему, там, где мы живем в Западной Украине, кошку одну, да, а другая у меня с диспансерой женщина взяла, я тоже поколение. Да, да, Виталь, Виталь. А я не помню, сколько было котят? Трое, да? Трое, да. Одна поехала, что я говорю, в Кременце, там, татар где-то там она, белая, вот, а вторую, там, по-моему, когда-то, он был заведующим МВД Саматории, его жена она врач, это сестра моей коллеги с работы, она взяла эту кошку белую, а другую взяла коллега с работы тогда, как, Ермоланин. Ермоланин, Людмила Ермоланин. Ну, Людмила Ермоланин взяла вторую кошку, ну, кошка была больна, но все равно ее взяла, и от нее потом был приплод, она ее любила, как ребенка вообще, тоже она очень любила. А потом мы отдали отцу ее все, и она крысы нам ловила, как будто крысу она съела и отравилась, отравленную бедно съела и умерла. Но она сильно крыс ловила, ну что и крыс. Антож, там шесть питалек взяли, да ну, посмотри. Сейчас, сейчас я пойду, сейчас. Так, Светланка, я вижу, что у нас молочка не хватает, надо купить на молока, да? Мало для дольки молочка. Сметаны купить еще, молока, и что еще купить? А тут сметана, а я вижу, сметана есть, Светлана. У тебя чуть-чуть две ложечки, Андрик. Две ложечки. Ну, у нас в холодильнике есть и фрукты, и овощи. Еще корейская морковка есть, Светланка. Кушать у нас есть. Кабачки пожарим. А, ты еще будешь кабачки жарить? Ну да, все они будут работать, обжарим. Коля заберет с собой, у меня другие. А, вот эти ты обжаришь. Молока надо, потому что я тут доли делаю, бабушки кашу варю. Я молока куплю. Сейчас я схожу, куплю молока. Сейчас пойдем, купим молочка для доли, для бабушки. Оказывается, у нас еще один ребенок есть, который молоко купил. Так? Еще один ребенок у нас появился, который молочко полюбляет. Так, Светлана? Так, Андрюша. Продолжение следует...